всем доброго времени суток банда вот мои видео выходит не часто но решил я в долгими зимними вечерами думаю сниму такое не заурядное видео ничего сложного здесь конечно нету но мы часто про это в жизни забываем забываем именно что про то что любой воблер который предлагает нам бренд зовут изготовитель до инженеры которые его разрабатывали помимо помимо всех как я полагаю расчетов все оборудование станки а также человеческий фактор имеют погрешность да вот так же как и люди это называется человеческий фактор не при изготовлении они у нас доходят до нас не такими как является на маркировках я не хочу сейчас рассказывать про типы воблеров про их не маркировки там про все возможные обозначения применения какие они бывают из каких материалов какие там внутренности то есть мне это не интересно да думаю вы можете это найти и в других местах конечно могу снять про это видео но это там очень долго и нудно я не хочу этим заниматься например все очень просто вы берете новый боблер воблер даже самых именитых брендов на нем допустим стоит маркировка сп ну и пене элементарно суспендер да там вы его опускаете воду и смотрите он у вас начинает всплывать то есть он не является таковым да понятно что воблеры могут быть рассчитаны там на разные плотности и температуры до воды все это мы физику учили понимаем да грубо говоря да что чем меньше плотность воды тем ее как бы меньше выталкивающая сила также чем она холоднее тем у нее тоже меньше выталкивающаяся сила до в соленой воде допустим мы знаем что выталкивающаяся сила воды больше да возможно что некоторые японские воблеры именно рассчитаны для моря и ориентировать ориентированы именно для соленой воды вот от этого могут себя вести некорректно до этого по всем этим причинам я вот сейчас хочу и рассказать что хотя многие кстати рыбачим и я очень долгое время рыбачивая никогда не заморачивался смотришь ну плывка стоит флотинг да там примеру там или что там назад спешка вот например чип и тума вот у него маркировка мр мр это средняя заглубляемость до метра и двух примерно да но он флотинг плавающий да сейчас мы видим место и две буквы с я гравером сделал я сделаю из него медленно тонущего на воблера вместо плавающего вот об этом мы сейчас и поговорим когда вы подбираете воблер для определенного узко направленных условий да вы понимаете что когда идут какие-то специализированные условия рыбалки до узконаправленные специфические то тут если нет никаких то грубо говоря там а препятствий там коряк там не знаю там тины вот там лопухов да где там либо не зацепляющая блесна либо поверхностные приманки либо там силикон закрытыми крючками да есть просто и другие как бы сказать параметры где нужно специализированная приманка да то воблер конечно подходит лучше чем другие приманки он самый сложный для понимания да ну и соответственно и для рыбалки потому что его можно идеально подобрать для определенных условий ведь его параметры лопатка допустим не все остальное именно четко его определяет какой глубине он пойдет до независимости там будет это течение ли не будет да так как допустим вращающуюся блесну либо там колебалку либо там силикон его все равно грубо говоря будет выдавливать а здесь допустим чем сильнее поток воды будет набегать на лопатку тем быстрее и резче он будет достигать своих заявленных параметров вот и теперь уже возвращаемся ближе к делу любой воблер как я и говорил даже у самых именитых брендов повторяюсь да он может не соответствовать своим параметрам мы можем его взять воду посмотреть и вместо допустим там тонущего быстро тонущего или там допустим суспенди рада нейтральной плавучести может быть стать у нас плавающим для таких моментов существуют такие вот груза для огрузки воблеров да вот у меня страйк прошлое существует не только страйк про да там смотрю сейчас вот пробежался по рынку посмотрел там есть и понтуника садака вот ваше дело какое выбирать я пользуюсь страйк прошлыми отпускаю этот воблер воду замечаю что он у меня чуть чуть не соответствует своим параметрам не соответственно начинаю его огружать да если вас параметры устраивают да что он допустим слава богу не суспендер а плавающий может вам только это на руку да я вот долгое время на горных реках рыбачу только исключительно плавающими воблерами да и многие люди думают как плавающий воблер да это так да это так на горной реке ему это вообще нормально потому что струя постоянно давит он всегда в горизонте событий до для рыбы вот на тут какое-то время конечно я пользуюсь разными типами воблеров очень разными да и решил свои любимые воблеры как бы сказать сменить им масть и какие-то просто подправить да какие-то просто смените масты сделать из них другие да с помощью данных грузиков вы можете из любого плавающего воблера сделать его либо суспендером либо медленно тонущим либо быстро тонущим и так далее и тому подобное ну вот мы сейчас а как бы поделюсь опытом как это грубо говоря сделать также еще раз напомню что любой воблер любого бренда приходится еще и регулировать по игре то есть к примеру да вот возьмем вы кидаете воблер вот делайте быструю проворку против течения но у вас идет не ровно вот так вот а допустим валится на какой-то бок и выходит вправо или влево еще раз хочу напомнить такие моменты если у нас допустим валится в левую сторону берете обычные пассатижи и его ушка начинаете отгибать в противоположную сторону ровно до тех пор пока у нас не пойдет ровно если он валится в правую сторону тушка отгибается в противоположную сторону сюда до чтобы он не валился это начинать нужно с любого воблера именно так и добиваетесь этим отклонением ушка вот этого да за что у вас там прицепленное кольцо либо уже сюда сразу же застежку до карабин цепляете до такого уровня что при максимально быстрой проводки у вас воблер не валился не влево не вправо желательно еще против течения то есть регулируйте его устойчивость также если это ушка регулировать не влево вправо а по высоте вверх вниз вы также можете у либо игру сделать менее высокочастотной либо наоборот менее частотной и более высоко амплитудные до зависимости от типа воблера это вот еще раз вам напоминаю а теперь грузами вы можете отрегулировать этот воблер либо на вас будет плавающий либо ну то есть плавающего сделать медленно тонущий быстро тонущий или нейтральной половучести но у любого воблера прежде чем это все делать а вам скажу каждый воблер у каждого бренда индивидуален да и нужно сначала посмотреть как он в оригинале допустим отпускаете в воду если он там к примеру там сп нейтральной половучести смотрите какое он занимает положение у некоторых брендов на бывает он вот так вот уже в воде стоит да вот то есть он стоит вот примеру и уже в таком вот положении у некоторых ровно у некоторых вот наоборот чтобы он потом хоп хоп такими скачками шел с этой чтобы он наоборот как-то там да ну то есть вел себя по-разному при отзыве на шнур да то есть при твичинге или при каком-то движении то есть это каждый воблер занимает свое положение также тонущие воблеры некоторые просто как листок в ступор падают как смит до контакт некоторые начинают вот так вот валится да дальше вы должны для себя определиться будете ли вы оставлять оригинальность игры этого воблера да к примеру если воблер стоит в воде уже вот таким вот образом да вот то соответственно и груз нужно будет вешать таким образом до чтобы как бы содержим то есть не его баланс не портился именно поддерживал его так если он стоит таким образом да то есть в воде то есть видите я тоже его сохранил оригинальность и сделал маленько центр тяжести со смещением чтобы он стоял именно в воде вот так но также вы можете этими грузиками и выровнять то есть если он стоит так вы сделаете можете наоборот сделать да если ему стоит так можете так так или просто в ровном горизонталь то есть вы творцы да грубо говоря вы можете этими грузами о перебалансировать как угодно да вот так же смещать лево и вправо если какой-то уж совсем китайский воблер и погрешность корпуса да и вы не можете выровнять его игру до изгибанием этого ушка да то можете уже смещать даже вот ну как бы влево вправо груза чтобы добиться нужной грубо говоря игры вот здесь вот у меня остались уже по сути дела эксклюзивные воблеры на картинках на картинке это мои самые любимые цвета эти все воблеры и тума фирмы уже давно не существует вот но тем не менее эти воблеры меня очень очень радуют особенно у них яркие такие цвета параметры смотрю пытаются делать час аналоги всякие разные ну допустим в этом году по весне довелось вот это и тума чип мне довелось рыбачить циоки чип по моему или не чип точно не могу сказать но он прям копия короче вот этот циоки копия чипа да то есть его привезли ребята в гости приехали они рыбачили потом я тоже попросил взял у них покидать и когда клевала на разные воблера как из пушки этот циоки подделанный полет ума чип да он отказался работать то есть это ну как бы факт может быть при каких-то условиях он работает но у нас на горный на горной реке он ничего хорошего не вытворил да то есть у него какие-то по моему пошли и сбой с проводкой он не держал по моему сильную струю там еще что-то и полет был не такой ну короче рыба от него отказалась взять то есть попытка подделать этот воблер оказалась у циоки не очень удачной и так чему вам рассказываю потому что вот что я замечаю ну доношу и вас информацию что допустим не стоит ну как бы циоки которая подделка под чип идет не стоит ее грубо говоря покупать муж она не очень не очень рабочая составляющая у нее вот и давайте попробуем теперь уважаемые зрители что-то сделать сейчас это все быстренько уберу и сделаем рабочую обстановку допустим перед нами вот такой воблер он абсолютно новый коробки мы уберем и конечно смотрим как он работает для этого нам потребуется какая-то емкость и жидкостью однозначно вот волшебным способом появилась емкость желательно эту воду взять такой хотя бы температуры в то время года примеру где вы будете рыбачить на водоеме то есть если это горная река то желательно воду набрать практически ледяную да если это там допустим какая-то заводятом и там по ним понятно что летом вы рыбачить и будет купабельный сезон да ну значит где-то надо сама но там 20-24 градусов воду да потому что очень важно понятно что по хим составу по примеси и по солям мы это да все не подберем конечно это муха жадай над этим заморочиться но то нереально да берем отпускаем наш воблер да вот смотрим что он у нас с.п. с.п. это у него нейтральная плавучесть смачиваем его полностью но видим воблеров то у нас с.п. не является до медленно он всплывает вот но видим при этом он когда всплывает у нас не не вперед вот так вот как как я вам объяснял да он у нас не кренится не вот так вот да не оборот не не так куда на дыбы не встает то есть он у нас поддерживаться вот таким образом да при всем при этом нам когда отпускать нужно если у него есть механизм дальнего заброса ввести его в рабочее состояние если мы сейчас шарики перри направим когда они должны быть момент заброса мы видим что он встает вот так вот да от этого нам именно нужно уже шарики перри трясти в рабочее состояние и вот мы уже смотрим что он у нас ровненько все как надо равномерно всплывает на является с.п. все с этим моментом мы определились и теперь мы должны принять решение либо мы оставим этот воблер в оригинале да чтоб он также у нас грубо говоря в воде имел такое же положение либо будем его менять либо так либо так то есть ну перебалансировывать да но если мы обычно решили вы оставить что это должно будет вот именно так вот в оригинале то есть сохранить самобытность воблера тогда нам нужно найти самое элементарное это центр тяжести возьмем обычную зубочистку симпровизируем весы качели то есть таким образом мы примерно найдем центр тяжести ну вот центр тяжести у нас получается прям под самым ушком среднего тройника все определили что 10 центов тяжести что нам теперь остается остается нам теперь совсем немного снять лакокрасочное покрытие в этом месте не сильно вот и соответственно пройтись обезжиривателя берем ватную палочку окунаем чтобы было лучшее приклеивание и выбираем там уже как получится на глазок подходящий груз ну здесь я думаю нам потребуется один из самых по сути дела минимальных давайте попробуем самый маленький грузочек оп 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 и придавливаем извиняюсь что чуть-чуть вышел из камеры все вот таким образом мы придавили ну и что осталось нам еще раз окунуть наш воблер водную составляющую вуаля вот опять наш водоем видим наш воблер отпускаем лучше шарики взведу чуть-чуть у нас не в том положении и вуаля что мы видим воблер нас превратился практически в суспендера медленно-медленно-медленно тонет таким же образом если вы хотите чтобы он был идеально до суспендером мы можем это быстро все исправить каким образом можем взять вот этот груз взять вот такой приборчик и не спеша уменьшить снять верхнее количество груза до снять его и довести его до нужного нам регулировки но я этого делать не буду потому что вода у меня здесь комнатной температуры а горной реке она будет у нас холоднее и там наверно будет как раз в аккурат то что надо так какой еще нюанс вам хочу сказать так эти грузики в принципе не очень хорошо и клеит да если так разобраться то можете это потом сюда уже не снимать там будет такой слой клея до его тяжело будет снять да вот этого липкого то потом после этого по кругу вы можете просто сделать пленку из суперклея которая его достаточно долго и надежно будет держать вот такой вот нехитрый примитивный способ регулировки и балансировки я вам рассказал если хотите ловить лучше хотите совершенствоваться в этом хотите всегда работать над собой думать головой да как это все происходит виртуально представлять как работает а приманка в воде которую вы кидаете они просто покупаете и кидаете и ловите не представляя как это все происходит да то я вам рассказал вот такие вот нехитрые способы как можно все исправить и может быть попробовать что-то новое и может быть в таком случае вообще лучше брать грубо говоря плавающие воблеры а потом из них делать любой другой воблер который вы захотите да вот эти груза никак не мешает при забросе они никак не мешают при при игре ничего не происходит такого все работает вот ближайшее время я постараюсь перед новым годом еще снять видео и рассказать вам как работает вот такой китайский воблер отработал сезон за 160 рублей как отработала и тума самбо китайская тоже там что-то за 65 или за 80 рублей то есть как китайцы работают за копейки они отработали со мной сезон увы к сожалению не было времени это все снимать вот ну доказать вам на видео что они работали да я думаю поверите нас ловить потому что когда вы их приобретете и начнете рыбачить во всем убедитесь сами что никто вас не обманул вот а мое видео уважаемые зрители подошло к концу всем кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал до свидания до новых встреч